Итак, сегодня мы с вами познакомимся с интерактивной доской мира. Ее очень удобно использовать при работе с учениками как младшего, так и старшего возраста. Для начала вам необходимо будет пройти процесс регистрации. Для этого в поисковой строке мы вводим мира, и буквально первая ссылка – это именно та, которая нам будет нужна. Вам необходимо будет нажать на кнопку Sign Up Free, то есть бесплатная регистрация, ввести свое имя, почту. Вы можете выбрать, как вы узнали о мира, и придумать пароль, который состоит из восьми символов. Так как у меня уже есть учетная запись, я сейчас как раз-таки залогинюсь и покажу вам функции этой программы. В бесплатной версии вам будет доступно пять досок. Этого количества вполне достаточно для активного использования, так как вы увидите, что доски достаточно объемные и большие. Но при желании вы, конечно же, сможете докупить недостающие доски в платной версии. Итак, давайте посмотрим на одну из моих досок. То есть, когда вы будете ее открывать, вы сможете увидеть вот примерно такой вариант. Как вы видите, доска достаточно большая. Здесь вот в правом углу вы видите, сколько еще свободного места есть. Поэтому этого размера должно точно хватить для разных групп и разных задач. Сегодня мы с вами рассмотрим основные функции панели инструментов. То есть, как вы можете управлять своими досками. Обратите внимание, что сейчас у вас курсор в виде руки. То есть, вы можете передвигаться по доске с помощью как раз-таки этой вот ручки. Если же вы нажимаете первую опцию, это редактирование, то таким образом вы сможете редактировать конкретный элемент уже на своей доске. То есть, вот таким образом вы можете его передвигать, управлять. Это именно с помощью функции редактирования. Потому что, если мы ее выключим, я не смогу двигать элементы, я смогу только лишь двигать свою доску. Следующая функция – это шаблоны. Шаблонов здесь достаточно много. Они разнообразные. Их можно использовать абсолютно под разные цели и задачи. Например, mind mapping. Также вы можете создать здесь свое расписание. Возможно, эти функции пригодятся больше для работы или же бизнес-задач, нежели для работы с учащимися. Но, как вариант, для старших групп, например, создать mind mapping тоже можно. Следующая функция – это текст. Текст в мире вполне стандартный. То есть, вы нажимаете на любое место, где вам необходимо будет ввести текст, вводите его. Вы можете увеличить размер. Увеличить размер. Выбрать сам шрифт. Выбрать интенсивность, курсив, расположение. То есть, в принципе, функции такие же, как и в стандартном Word. Следующая очень полезная функция – это стикеры, sticky notes. Они представлены вот в таком варианте. То есть, других цветов вы выбрать не сможете. Используем палитру, которая уже у нас здесь есть. Что примечательного, есть функция bulk mode. Ее очень удобно использовать при работе с учениками. Например, если вы вводите цифры или цвета. Предположим, у нас сегодня тема цвета. Мы можем вписать здесь все слова, которые вы планируете использовать на занятия. Red, green, yellow, pink, blue and purple. Нажимаем на кнопку done. И таким образом у вас создаются вот такие вот шесть стикеров, которыми вы, конечно же, можете управлять. Вы можете их передвигать. То есть, например, это может быть matching. Если мы здесь сейчас добавим еще изображение цветов, то ребенок сможет сопоставить, прочитав слово и подобрав правильный цвет. Таким же образом вы можете вводить различные активности, различные игры. Например, неправильные глаголы. Написав здесь первую форму, ученики должны будут назвать вам вторую форму глагола. То есть, используя вашу фантазию, вы можете применить эту функцию в различной интерпретации. Следующая функция – это у нас shapes, формы. Формы представлены вот в таком количестве, достаточно стандартный набор, но его нам тоже вполне хватает для продуктивного использования. Например, вот здесь вы видите, у меня была форма круг. Давайте рассмотрим другую форму. Предположим, звезда. Вы можете выбрать цвет, то есть заливку этой звезды. Таким образом. Как видите, сейчас окантовка черная. Это происходит потому, что вот здесь не выбран другой цвет. То есть, это может быть абсолютно любой цвет. Но, как правило, если вы не хотите выделять контур, то выбираем точно такой же цвет, и тогда у вас звезда будет однотонная. Вы можете увеличить ее размер, соответственно, по своему желанию. При необходимости, если вам нужно создать сразу несколько одинаковых фигур, то вы это делаете вот таким образом. То есть, они у вас будут именно того размера, который вы изначально задавали. Что, в принципе, очень удобно, потому что вам не нужно больше вводить никакие настройки. Если у вас есть какая-то лишняя фигура, вы можете удалить ее с помощью Backspace, или же нажать кнопку Отмена. Если вы хотите сохранить пропорцию фигуры, необходимо зажать кнопку Shift и затем увеличить. То есть, пропорции фигуры будут сохранены. Давайте сравним. Эту фигуру я изменила с помощью кнопки Shift, а здесь без Shift, и получается, что пропорции меняются. Следующая функция – это Connection Line. Здесь вы можете выбрать либо просто линию, провести ее как вам необходимо, или же стрелку. Можно изменить тип данной стрелочки. Например, если мы выбираем ее вот в таком формате, то вот она у вас может быть вот такого вида. Или же, обратите внимание, очень еще интересная стрелка в виде волнистой линии. Вот таким образом она выглядит. У вас появляются точки, с помощью которых вы можете менять угол наклона, вообще менять направление этой стрелки, делать ее такой, как вам бы хотелось. Плюс здесь можно сделать ее в форме пунктира и добавить текст. Обратите внимание, текст может находиться либо вдоль, либо поперек нашей стрелочки. И когда вы будете печатать, вот посмотрите, стрелка у меня сейчас небольшого формата, и текст будет вот здесь. Поэтому лучше всего, конечно, увеличить наше изображение и добавить текст таким образом, чтобы вы его точно не пропустили. Например, если мы вводим игру с цифрами, это может выглядеть вот таким образом. То есть вы написали текст, сейчас он у нас находится вдоль стрелочки, он может быть поперек, тогда он просто вот в таком формате, и тоже можно его передвигать. Но если вы выбираете вдоль, то он двигается достаточно естественным образом и выглядит более красиво. С помощью этой функции вы сможете создавать различные настольные игры с детьми, когда они смогут интерактивно передвигать элементы и, например, доходить до финиша. Следующий элемент в панели инструментов – это ручка. Она здесь вполне стандартная, выглядит примерно так же, как и в зуме. Тоже вы можете, например, удалить те элементы, которые вам пока не нужны. Но здесь очень интересная функция – Smart Drawing. Если она у вас выключена, то нужно ее включить вот таким образом. И посмотрите, что у нас тогда получится. Например, если мы рисуем круг, он сейчас получился не очень ровный, но программа его распознает и делает очень даже ровным. Также можно сделать с абсолютно разными фигурами. Вот таким образом. Следующая вкладка – это комментирование. Эту функцию удобно использовать, например, если вы проверяете работу ученика, то есть вы создали ему специально доску, он там у вас выполняет задание, и вы при проверке хотите сообщить ему о какой-то неточности либо просто внести корректировки. Например, мы можем написать «Проверить первое предложение». Таким образом, ученик увидит… Вы можете выбрать цвет, кстати, в вашей закладочке. Ученик увидит вот такую иконку. Нажав на нее, он сможет прочитать ваше послание. И время, когда вы оставили, и, в принципе, при необходимости оставит вам обратный комментарий. Также здесь вы можете вставить ссылку, если хотите поделиться определенным видео с учеником, либо же отправить просто его на какой-либо сайт. Следующая вкладка – это рамки. Это как раз-таки одна из основных закладок, которые мы с вами будем использовать, потому что при создании различных досок они вам обязательно пригодятся. Здесь есть рамки, которые подходят именно для формата телефона, планшета или же браузера. Или вы можете выбрать конкретный размер. Но если даже выбираете просто самый первый кастом, то у вас открывается вот такого плана рамка. Вы можете использовать определенный цвет для заливки. Он может быть любой из перечисленных, которые здесь есть. Вы можете изменить вашу доску, сделав ее абсолютно любой формы. То есть, выбирая просто кастом, вы ее меняете так, как вам будет нужно. Также вы можете изменить название вашей доски, выбрав то, которое вам необходимо. Предположим, эту доску мы будем использовать с учениками, которые идут по курсу English File. И вы можете также назвать свою доску. Таким образом. Следующая функция – это загрузки. Здесь вы можете загрузить изображение с вашего устройства, либо же через ссылку, либо сохраненные файлы в Zoom. Предположим, мы используем файл, который у нас уже есть на рабочем столе нашего компьютера. В моем случае это изображение формата PNG. Вы можете вставить его в конкретную рамочку или же просто в любое место на вашей доске, где вам было бы удобно. При работе мы можем приблизить. Качество картинки от этого никак не пострадает. И здесь тоже вы можете использовать различные, например, формы для игры с ребятами. Положим, мы захотим закрыть какую-либо фигуру и, соответственно, поиграть с ребятами. То есть здесь уже на ваше усмотрение то, что вам пригодится. Вы можете загрузить любую картинку. Но будьте внимательны. Если вы решите загрузить сюда, например, весь учебник, к сожалению, сделать это не получится, потому что файлы, объем которых превышает 30 мегабайт, загрузить программы не даст. Лучше всего использовать либо картинки, либо же делать скриншоты вашего пособия. И еще одна очень важная необходимая функция. Это у нас в последней вкладке Google Image Search, Icon Finder и ряд других инструментов, которые вы можете использовать. Например, Grid и так далее. Давайте рассмотрим вот эти два элемента, Google Image Search и Icon Finder, потому что они обязательно пригодятся вам в работе с учениками. Предположим, вам необходимо найти определенную картинку. Чтобы не искать ее в интернете, потом сохранять себе на компьютер и только затем загружать в мира, вы можете найти ее с помощью как раз-таки Google Image Search. Предположим, нам необходимо найти картинку кота. Для этого мы пишем cat и выбираем формат PNG. Сразу вы можете видеть ряд кошек и выбрать для себя ту, которая вам необходима. Лучше всего использовать те, которые находятся на белом фоне, потому что здесь большая вероятность того, что эта картинка будет без какой-либо подложки. Те изображения, которые идут вот с таким фоном, лучше всего не выбирать, потому что вам придется их скачивать с сайта. То есть в целях экономии нашего времени выбираем те, которые находятся на белом фоне. Предположим, мы выбрали с вами 6 котов. Давайте проверим, все ли они у нас без подложки. Какое-то время они у нас загружаются. Вы можете также уменьшить или изменить их размер. Да, но все кошки у нас как раз-таки без подложки. То есть вы можете абсолютно любую из них использовать для той активности, которую хотели сделать с ребятами. Таким же образом мы можем найти абсолютно любое изображение, введя его в поисковой строке и написав формат PNG. Следующая очень важная функция – это Icon Finder. Здесь вы сможете найти абсолютно различные иконки, которые также вы можете использовать на своих занятиях. Предположим, вы ищете галочку. Для этого мы пишем слово Tick. Нажимаем на лупу. И вот у вас абсолютно разные, разного формата галочки. Вы можете выбрать ту, которая вам необходима. И затем уже ее применить. Я вам сейчас покажу, как мы с ребятами используем иконки, и в чем их возможное преимущество от полноценных графических изображений. Для этого сейчас отправимся на одну из моих досок. Здесь, как вы видите, у нас уже достаточно много досок, то есть их больше, чем на предыдущей версии. Нам будет нужна вот эта доска. Здесь вы видите имена учеников, которые находятся у нас в группе, и изображения в такой мультяшной форме, потому что это дети начальной школы, и они сами выбрали для себя вот такие картинки. То есть в конце каждого урока в качестве поощрения вы можете предложить им отправиться в магазин и выбрать для себя ту награду, которую они, например, заслужили. Конечно же, все это происходит в нашем случае на английском языке. Предположим, ребёнок говорит «can I have a heart today?» Это, например, сказал Дэн, и вы Дэну в конце занятия в его копилочку кладёте сердечко. И так происходит с абсолютно каждым учеником. В этом случае преимущество иконок очевидно, потому что они весят меньше, они по размеру также небольшие, и их очень удобно использовать в таком формате. Теперь перейдём вниз нашей доски. Здесь есть ещё одна панель инструментов, и некоторые функции нам действительно очень пригодятся. Предположим, вам необходимо быстро переключиться между своими досками, поэтому вы, нажимая на этот вот значок самый первый, можете выбрать конкретную доску, которую вам нужно, нажать на неё, и вы сразу окажетесь именно здесь. То есть это очень удобно и экономит ваше время. Также здесь у нас есть функция презентации, комментирования, чата. Эти закладки вам пригодятся, если вы ведёте определённую встречу, либо же собрание с помощью мира. Затем карточки. Вы можете поделить своим экраном, либо же вы можете проголосовать, или же у вас есть видеочат. Но основная, также можете поставить таймер, и очень полезная функция – это активность. Вот функцию активность также можно использовать при работе с вашими учениками. Пожалуй, здесь вот первые и последние закладочки, те, которые нам будут с вами нужны. Итак, активность. То есть вы можете, зайдя вот в эту колоночку, увидеть все изменения, которые были сделаны с вашей доской. Когда они были сделаны, кем они были сделаны, и что конкретно человек выполнял. Предположим, вы создали для своей группы, для каждого ученика, свою конкретную доску. И вы можете посмотреть, заходил ли он только в свою доску, или же переключался между досками своих одногруппников, то есть подглядывал ли он к ним, или же нет. То есть вот такая вот волшебная кнопочка вам поможет всё это отследить. Кстати, если вы создаёте доску конкретно для своего ученика, то, естественно, нужно предоставить ему доступ. Для этого вы нажимаете на кнопку «Share», то есть поделиться, копируете ссылку приглашения, и её вы можете отправить своему ученику. Но в этом случае ученику необходимо пройти такой же процесс регистрации. То есть пользователи без учётной записи на доске мира не смогут пользоваться вашей доской. Если же возникают какие-либо проблемы и нет возможности зарегистрироваться, то как мы можем использовать по-другому нашу с вами доску? То есть на занятии вы можете просто поделиться экраном в Zoom и предоставить ребёнку функцию дистанционного управления. Тогда он также сможет именно двигать все ваши элементы, управлять ими и использовать на занятии. Если же такой возможности нет, то ученик может просто устно управлять вашей доской. Предположим, вы выполняете активность, которая у нас вот здесь есть по книге «Очень голодная гусеница». То есть ученикам необходимо было составить слова из букв. То есть это ученики у нас в начальной школе, только они начинают учить язык. Предположим, вот у нас слово «солнце». Для этого они должны были это слово назвать по буквам. То есть они вас называют «с», «ю», «н». Получается слово «sun», а вы уже его составляете. В какой-то мере это даже плюс, потому что вы экономите время на занятия, и всё это происходит гораздо быстрее, но не менее продуктивно. Таким образом, мы с вами сегодня познакомились с панелями инструментов в доске мира. Именно эти инструменты помогут вам при создании своей собственной доски для своих учеников. В следующих же видео мы с вами познакомимся с теми функциями, которые облегчат вам жизнь и смогут сделать ваши уроки более интерактивными. Субтитры создавал DimaTorzok